Бэтмен Золотой период Нетрудно, те кто знает, допустим, американскую политическую ситуацию, социально-политическую, знают как она изменялась там со временем, как происходила смена эпох, как она менялась от десятилетия к десятилетию Он поймет, что этот период совпадал с таким золотым веком американского среднего класса Когда он гигантскими темпами рос, особенно после войны, и это было время такого оптимизма, взгляда в светлое будущее, нарастающего благополучия И казалось, что все хорошо, а дальше будет еще лучше Вообще формирование американского среднего класса после войны, если сравнивать это со всеми периодами истории человечества, до этого это нельзя назвать иначе, как формированием массовой роскоши То есть тот уровень потребления, уровень жизни, который получала там мидл-классовая американская семья, пополняя собой средний класс там во второй половине сороковых, например Это вообще, говоря, был уровень комфорта и потребления, которые, скажем, в средневековой Европе не имели представители высшей аристократии зачастую И особенно, как бы по контрасту с предыдущими двумя тяжелыми мрачными десятилетиями, 20-ми и 30-ми годами Конечно, всплеск такого оптимизма и благополучия, он был очень мощным И культура, сформированная этим американским средним классом, она, конечно, была консервативной Там не было особо места для спорных каких-то контркультурных, провокационных, эпатажных, альтернативных идей, философских, критикующих вот этот мидл-классовый буржуазный образ жизни И комиксы были неотъемлемой частью этой культуры И в комиксах вот это такое, такой как бы консервативный, оптимистичный, умеренный, благонамеренный тренд Он полностью находил свое отражение Но долго так продолжаться не могло и, возможно, не случайно Что в начале 50-х как раз золотой век комиксов и закончился В начале 50-х, когда вот этот безоблачный горизонт мидл-классово-американского благополучия Начал омрачаться первыми какими-то сполохами грядущих бурь Вот эта книжка замечательная Один из лучших, на мой взгляд, графических романов о хранителе Она вышла еще в 85-м году И я полагаю, что значительная доля успеха Которая делает ее настолько мощной На совести, так сказать, автора романа, то есть автора сюжета, Алана Мура Как правило, два человека работают над комиксом Тот, кто придумает саму историю, и художник Вот, Алан Мур во многом реформировал вообще жанр комиксов в 80-е Привнес в него провокационность, сарказм, иронию, самоиронию в том числе Иронию по отношению к комиксам как жанру Вот, и тут у него, я думаю, мы еще вернемся к этой книге Тут есть прозаические вставки Тут речь идет о супергероях в костюмах, супергероях в масках И тут одна из прозаических вставок Это мемуары одного из таких героев Который звался Филин Такой некий примерный аналог Бэтмена Есть примерная перекличка с Бэтменом И мемуары его называли «Записки под капюшоном» И вот тут он пишет о том, как менялась атмосфера в Америке И менялась ситуация, в которой действовали вот эти У них там целая команда, эти супергерои в комиксах О том, как менялся дух времени Все преступления, которые мне приходилось предотвращать или наказывать в 1950-х Были мрачными, неизобретательными и какими-то буднично жестокими Не знаю даже почему так Просто в воздухе повисло нечто тяжелое и нехорошее Казалось, какая-то важнейшая часть нашей жизни Всех наших жизней Наших жизней Внезапно и бесследно исчезла А мы так и не поняли, что же такое мы потеряли Не думаю, что сумею внятно это объяснить Возможно, меня смогут понять те, кто помнит небывалую послевоенную эйфорию Казалось, что XX век уже выдал самое худшее Что у него было для нас припасено А мы выстояли Мы думали, что в трудной борьбе завоевали право на процветание и благоденствие Которые будут длиться до самого 2000-го года Этот оптимизм не шел на убыль ни до конца 40-х, ни в начале 50-х Но к середине этого десятилетия он все-таки начал истощаться И в воздухе повисло некое зловещее предчувствие Отчасти в этом были виноваты битники, джазмены и богемные поэты Которые осуждали американские ценности всякий раз Стоило им открыть рот Отчасти Элвис Пресли и бум вокруг рок-н-ролла Неужели мы сражались за свою страну только для того Чтобы наши дочери могли бизжать, кривляться И вертеться вокруг молодых людей Которые так выглядят и издают такие звуки Учитывая тогдашние социальные потрясения Да еще в тот момент, когда не ожидалось ничего плохого Надо ли удивляться, что в 50-х Все жили с ощущением неминуемой катастрофы Нависшей над страной, да и над всем миром тоже Некоторые считали, что причиной ее будет война Другие, что летающие тарелки Но на самом деле нам угрожали вовсе не они Нам угрожали 60-е Вот Как бы и золотой век комиксов в это же время закончился Но индустрия выжила Она как бы перезагрузила саму себя В том числе через какое-то время Включив в себя и вот эти контркультурные, провокационные Саркастичные и прочие такие спорные элементы Настолько, что это тоже его придумал Алан Мур В 80-х появилось нечто до этого практически непредставимое В рамках комиксов, где супергерои, как правило, выступают на стороне порядка Если не закона, то порядка Вот И как бы защищают статус-кво, защищают этот американский средний класс Благополучие, безоблачное небо, все что угодно Алан Мур ответственен за появление первого, во всяком случае, первого из неизвестных Супергероя в маске Супергероя комикса-революционера И даже, прямо говоря, террориста Которого в завитии В В значит вендетта Вот он создал этого персонажа Возможно, вы видели экранизацию его в 7-летней давности Персонажа, который действует в будущем В условиях такой правоконсервативной антиутопии Такой примерно фашистской антиутопии Которая наступила там после катаклизмов Какой-то глобальной эпидемии И Он занимается как раз не тем, что охраняет статус-кво А тем, что его подрывает Ну и сам этот образ, эта маска Она за последние годы, как многие из вас, вероятно, знают Стала весьма популярной среди различных протестных групп по всему миру Ее использует эта знаменитая хакерская группа Anonymous Да и вообще На всевозможных акциях протеста по всему миру Как бы этот образ вышел в такой популярный тираж Вот По поводу серьезности Вернемся к серьезности Вот так вот фрагментарно, вразнотык Я как бы рассказываю Ну, на мой взгляд Для меня очевидно, что комиксы были серьезными всегда То есть я так считаю Но культурный эстеблишмент Те самые инстанции, которые производят вот это ранжирование жанров На низкие и высокие Популярные на трэш И настоящее серьезное искусство Они начали признавать, начали допускать То, что комиксы могут быть абсолютно серьезным искусством В последние годы Примерно в последние десятилетия Что вообще значит, как бы, серьезным искусством? Это значит, что они могут отражать Как бы, проблематизировать, рефлексировать Все любые, короче, там Философские, социальные, психологические, политические проблемы Что и любые другие направления жанра искусства То же самое, что Достоевский То есть они могут работать с этим просто своими методами Вот, и, конечно, одна значительная доля благодарности За то, что в последние годы Как бы статус комиксов Вот в этой такой иерархии Направлений и жанров искусства Стал повышаться Значительная доля этой благодарности Должна быть отдана экранизаторам И, возможно, в первую очередь Кристоферу Нолану Автору трех последних Бэтменов Который привнес в Бэтмениану что? Он начал Он привнес в нее реализм Он первый начал экранизировать Бэтмена в реалистичной форме В реалистичной форме Это важно Потому что, на самом деле На мой взгляд Кристофер Нолан Режиссер В этом смысле он подходит для комиксов Он, на самом деле, режиссер-художник идеалистичный Романтичный Можно быть реалистичным по форме Но при этом идеалистичным Таким вот Приподнятым по содержанию И Кристофер Нолан Это тот самый случай Как экранизировали Бэтмена до него? Где у нас клоун? Начиная с первого Тима Бёртона А Тим Бёртон, он вообще как бы Экранизирует все вот так театрально Вот Это был мюзикл Это был Бродвей Это все было так театрализовано Маскарад И как бы вот в такой театрализованной Условной такой Во многом формальной форме Они всю дорогу Как бы И Бэтмена и делали В 2005 году Нолан сумел Перезагрузить Бэтмена Вдохнуть в него новую жизнь Именно за счет того Что он отказался Вот от этой такой театральной Мюзикловой такой Эстетики И стал делать это реалистично У него Готэм оказался Не какими-то там фанерными Готическими декорациями А точно таким же городом Где там У полицейских написано там GPD Готэм Полис Департмент Так же как Л.А. Полис Департмент Или там Нью-Йорк Полис Департмент Вот И все остальное то же самое Вот Причем Он Очень осознанно это делал И Добивался этого Разными средствами Скажем Нолан В фильмах про Бэтмена Почти никогда До самого последнего момента То есть До предела Когда уже нельзя без этого Да Он никогда не использовал Компьютерную графику Он использовал ее Только в крайних случаях Когда уже по-другому нельзя А так Всегда И Бэтмобиль И вот эта Бэтметалка Которая появилась В последнем фильме Он Все это делал макеты Значит Поднимал там Таскал Это все на канатах И так далее И тому подобное То есть все как бы Должно было быть живым И Настоящим Вот И Это тоже сработало Это видно как бы Вот На экране Это усиливает Вот эту именно такую Реалистическую атмосферу И Прорыв Возможно Прорыв В смысле Как бы Признания Серьезности комиксов Возможно Стоит датировать 2008 годом Точнее Если я правильно понимаю 2009 Когда вручали Оскары За 2008 И Оскар За лучшую Второстепенную роль Получил Покойный Уже на тот момент Посмертно он получил Оскар Хит Леджер За своего гениального Джокера Это Был Некий такой Ну как бы Фундаментальный Революционный прорыв До этого Экранизации комиксов Какого бы Коммерческого успеха Они не добивались Никогда не получали И не номинировались В серьезных Оскаровских номинациях Они могли получить Оскар за лучший Саундтрек За лучшие Костюмы За лучший грим За лучшие декорации Операторскую работу Спецэффекты Что угодно еще Но когда в 2009 Академия Так сказать Ко гробу Хит Леджера Принесла Эту статуэтку Это уже Вот был Некий Такой прорыв И можно уже Было говорить о том Что вот этот Снобиски На самом деле Довольно настроенный Культурный Эстеблишмент Он допустил Да Допустил что Комиксы Достойные уважения Могут быть точно таким же Серьезным направлением Искусства Как и что угодно другое Академия Снобиски Снобиски Комиксы Комиксы Продолжение следует...